Я просто стою с этой штукой и думаю, это что, все работает? Всем привет, мне 22 года, я очень люблю ходить по клиникам, сдавать анализы. Бархатный, очень классный. Моя мама запрещает мне ими пользоваться, потому что говорит, что я от них оранжевая, но лучше я буду оранжевая, чем зелено-серая мама. Кожа уже такая сухая, и такая, спаси, спаси меня. Естественно, мы уже в Маняве живем, но я поняла, что у них такого классного. Так, идем дальше. Может быть, конечно, я его не чувствую, потому что у меня был ковид, и я вообще ничего не чувствую. Это тоже может быть. I don't know. B-B-I. B-B-I touch. Парфю. Вот у меня просто этот месяц открытий. Всем привет, с вами Лиана Вещает, и сегодня мы поговорим с вами про уход, как оставаться на плаву в этот непростой период, холодный, мрачный, бессолнечный. Начнем с самого, наверное, банального, это уход за кожей. Мне недавно прислали комплект ухода за кожей от бренда Kiehl's, и я просто влюбилась. Я никогда не пользовалась Kiehl's, никогда. И тут мне прислали очень большой набор. Здесь есть тоник, гель для умывания и крем. Слушайте, я влюбилась в этот бренд. Я теперь понимаю, почему все им так его сфаляют, это классно пользуются. Давайте начнем с геля. Я люблю гели, такие, чтобы они были густые, и супер-супер классно умывали лицо, прям до скрипа. Вот этот гель, он вот такой. Вот, видите? Вот он вот такой вот. Я не скажу, что он супер густой, прям такой твердый, как зубная паста, но при этом он хорош. Он хорош, очень хорошо очищает кожу, смывает мой макияж, который я почти практически ежедневно наношу на свое лицо. После геля я наношу тоник. Мне безумно понравился тоник, потому что он не супер жидкий, то есть он не как вода. Обычно тоники бывают как вода, а этот тоник прям такой, видите? Напоминает какое-то молочко, и он супер классно углажняет кожу. Если у вас кожа уже такая сухая, и такая, спаси, спаси меня. Мне безумно нравится его текстура, кстати, аромат я не чувствую из-за ковида, но если я его не чувствую, значит он не сильный. И идем дальше, крем. Крем, вот в крем я влюбилась. Эта текстура, это необычный крем, это необычный крем. Текстура какая-то бархатная, бархатная текстура крема. Я не знаю, как передать, но он такой прям, такой прям бархатный, очень классный, вообще просто обожаю его. Мне он безумно понравился, я в него влюбилась, и теперь экономлю. Вот так вот, такие вот открытия, а раньше я проходила мимо этого бренда. Так как солнца все меньше, а туч и отсутствие солнца все больше, в крем я добавляю мои любимые капли от Clorans. Их уже очень мало. Моя мама запрещает мне ими пользоваться, потому что говорит, что я от них оранжевая, но лучше я буду оранжевая, чем зелено-серая мама. Я ими пользуюсь уже очень давно. Кстати, вы знали, лайфхак, кто им уже пользовался? Здесь, оказывается, есть вот эта подушечка, вот здесь сзади, и она нажимается. То есть раньше я капли выдавливала себе на крем вот так, вот, со всей силой, потому что это стекло, ну, пластик, его нельзя отжать. И я вот так со всей силой трясла, и там две капельки выливалось. А тут, оказывается, есть пимпочка, на которую нажимаешь, и капли выходят, сколько тебе нужно. Очень классная вещь. Добавляешь пару капель в крем, и ты на утро загорелый. Правда, лучше, да, не перебарщивать, потому что она все-таки как-то загрязняет поры, лично мне, потому что они у меня большие. Загрязняет поры, и ты все равно оранжевый. Но это лучше, чем ничего. Также еще хотела сказать про кожу. Очень-очень классный BB-i. BB-i touch. Парфю. Короче, от Herborian BB-крем под глаза. Супер классный, просто. Вот у меня просто этот месяц открытий. Я долго искала себе какой-нибудь суперлегкий тональник, либо BB-крем, который классно будет закрывать какие-то недостатки. Он сейчас на мне. Я пользуюсь только им. То есть мне его абсолютно хватает, чтобы что-то там закрасить, и все. И мне нравится в нем то, что он подстраивается под тон кожи. То есть у этого продукта нет тонов. Их нет. То есть ты покупаешь его, и он сам подстраивается. То есть тебе не нужно стоять там, выбирать что-то в магазине. Он все за тебя делает. Вот. Я его просто распределяю по коже, и он как бы становится частью моей кожи. Это суперклассная вещь вообще для любого сезона. Также для ухода за тело я всем советую вот этот невероятный крем от Palmers. Мне его когда-то очень давно посоветовали. Это вообще типа для детей вроде бы как бренд, но он невероятный. Я покупаю его в Золотом Яблоке, на iHerb еще заказывала. Есть там разные... Есть как баттер, есть маленький типа в сумочку, есть вот такой большой для дома. Просто он пахнет какао. Он с какао, витамином Е. С маслом какао, витамином Е. Очень классно углорняет кожу, безумно пахнет, не липнет, быстро впитывается. Очень хороший крем для тела. Я им пользуюсь уже очень давно, где-то года два. И всем советую, девочки. И стоят, кстати, вообще нормальные адекватные деньги. Я прикреплю ссылочку на все продукты внизу. Класс. Мне нравится. Советую. Так, идем дальше. Дейзик. Покупала на iHerb. Он... Я... Как я выбираю продукты на iHerb? Просто беру, типа, самые популярные, самые классные, самые лучшие. И то, что в начале, я то и беру. Вот этот дейзик был в самом начале. Говорят, что он, типа, вообще суперкрутой. Не пропускает пот, нет никакого запаха. И на самом деле так. То есть, когда я, например, потею, я чувствую запах вот этого средства. И все. И он достаточно приятный, но он не резкий. Вообще не чувствую запаха пота. Может быть, конечно, я его не чувствую, потому что у меня был ковид. Я вообще ничего не чувствую. Это тоже может быть. И он вроде бы как там natural, все такое. Там нет ничего вредного. Того, что можно вредить прям вашему организму. Потому что сейчас все дезодоранты. Вот. Там то, там то. Наши железы. Там все происходит. Там грудь. И так далее. Вроде бы он нормальный. I don't know. Теперь уход за волосами. Я переболела ковидом. И, к сожалению, у меня выпало полбашки. А потом я еще делала операцию на перегородку носа. И из-за наркоза общего, так как это все было еще у головы и так далее, у меня тоже было очень много волос. И в этом году я вообще потеряла все свои волосы, мне кажется. И я сейчас стараюсь их, конечно, восстановить, что не очень получается. Но я иду к цели. Итак, первое, что хочется посоветовать, это маска. Она питательная маска для кожи головы. Rated Green. Маслом авокадо холодного отжима. Просто выносите на 5 минут на корни, на корни волос. 5 минут, потом что-нибудь делаете в душе, смываете ее. И волосы реально становятся очень мягкие, очень мягкие. Я как-то сотрудничала с данным брендом. Плюс мне еще подруги подарили эту маску. И я ими пользуюсь. И мне безумно нравится. Если на постоянной основе ей пользоваться, правда, есть результат. И я вижу, что волосы становятся лучше после каждого раза. Вот, наносите ее на 5 минут на корни волос, на корни головы. И все. И ее хватает на много раз. То есть она... Вот ее. То есть... Вот. Ее много достаточно. И на 5 раз ее точно хватит. Поэтому классная вещь. Идем дальше. Вот такие вот капельки для головы. Тоже для корней. От систем... For system... Не важно. Я ими уже очень давно пользуюсь. И каждый раз, когда я вижу, что моим волосам очень плохо, я вспоминаю про эту штуку и пользуюсь ей. Просто после каждого мытья головы я наношу ее на корни волос. Вот так. Она не жирнит волосы. Ну, у меня волосы плюс еще кудрявые. Их пушистые. И не видно, что там что-то нанесено. Но ее не нужно смывать. То есть в идеале, конечно, каждый день ей пользоваться. Или там 4-5 раз в неделю носить на корни волос. И делать массажные движения. Мне ее как-то советовали знакомые. Несколько знакомых. И вообще очень хорошие отзывы. Это лечебная вещь. Я прям ручаю за нее. Если у вас какие-то проблемы с волосами, начните ей пользоваться. Идем дальше. Недавно я открыла для себя средства, которые укладывают волосы. Если честно, раньше я вообще ничем не пользовалась. Типа просто высушила волосы и так сойдет. Мне всегда казалось, что средства, которые укладывают волосы, это типа маркетинг. Типа зачем они нужны, почему все с ними так носятся. Что в них такого классного. Но я поняла, что в них такого классного. Недавно мне бренд Керастация прислала вот такую штучку. Она черного, красивого цвета. Это для укладки волос. Чтобы они были прямые. Мои волосы кудрявые и пушистые. И когда я ее нанесла, я была просто в шоке. То есть я на мокрые волосы нанесла эту штуку. Потом высушила. И мои волосы были такие, знаете, прямые. Не торчало ни одного волоса. Они были тяжелые, красивые, блестящие. И я просто остаюсь с этой штукой и думаю, это что все работает? Вау, класс! Вот поэтому очень советую эту вещь. Мне она очень сильно понравилась. Она приятна по текстуре. Вообще супер класс. Для прямых волос, для каких-то укладок. Чтобы все было красиво. Чтобы ничего не торчало. Вообще супер-супер-супер вещь. Также у меня есть такие штучки для кудрявых волос. Когда я хочу кудрявые волосы, я перед сном мою голову и наношу вот эту вещь себе на волосы. И вот так жамкаю. И она как бы их закрепляет. И волосы становятся такой серферский. Какая-то серферская прическа. Они такие, как будто бы в соли. Но на самом деле они в этой вещи. Поэтому если вам нужно закрепить ваши кудряшки, ваши волны, то обязательно ей пользуйтесь. И в сне в наборе шел вот такой вот спрей. Вот такой. Он типа... Я так понимаю, что он вместо воды. Вот поэтому две эти штучки для прямых волос, для кудрях волос. Всем советую. Очень понравились. Я прям приятно была удивлена. Ну и напоследок. Витамины. Я пошла, сдала анализы. Всем привет. Мне 22 года. Я очень люблю ходить по клиникам, сдавать анализы. Так вот я в очередной раз пошла, сдала анализы. И узнала, конечно же, что витамин D у меня низкий, ферритин у меня низкий, железо у меня низкое. Все у меня низкое, естественно. Мы же в Маняве живем. Я принялась за покупку витамин и купила себе витаминки. Внимание. Коллаген. На iHerb все заказала. Коллаген в таблетках. Потому что все коллаген продают в порошке. И мне это безумно бесит. Тут этот порошок постоянно нужно вытаскивать и так далее. Супер неудобно. А это как бы таблетки, уже коллаген, он находится в таблетках. Далее железо. Железо. И витамин D с К3. С К2. Я часто слышала, что витамин D не усваивается с витамином К. То есть витамин D просто так сложно усваивается. Не знаю, сколько это правда. И я приобрела вот такие вот таблеточки. Они, кстати, нормально так стоили. Самые дорогие. Но, надеюсь, это того стоит. Кто бы вообще пользовался всеми этими брендами, скажите мне. Скажите мне, насколько это все работает. И насколько эти витамины все хорошие. Еще я слышала, что после ковида, например, кто переболел, нужно пить кальций, магний. Сколько это правда. Тоже, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мне это очень интересно. И моя самая любимая покупка. Таблетница. Я оставлю ссылку на нее. Это просто невероятно. Посмотрите. Здесь всякие зверюшки есть. И я очень люблю ее заполнять. И ты так ее открываешь. И вон там лежат таблеточки. Так закрываешь так. Я знаю, что ее все хотят. Мне все постоянно спрашивают, где я взяла. Какая-то классная, какая-то крутая. Очень классная. Очень классная. И знаете, когда ты видишь, например, таблетки. Никто не любит пить таблетки. Кто любит пить таблетки? А вот когда ты видишь вот эту милость, тебе хочется ее открыть, подержать в руках. И она заставляет тебя вспомнить о таблетках. Поэтому советую покупать всякие классные, прикольные штуки для тех вещей, которые вы не очень любите. Надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы, если вы что-то пробовали или что-то хотите мне посоветовать. Я буду очень благодарна вам. Напишите насчет таблеток, насчет витамина. Все. Всех чумоких пупок. С вами была Аляна Вещает. До скорых встреч.